Писали кипятком от того, что мы могли дотронуться хотя бы к такому оружию. Я предпочитаю всегда пластик, потому что это практично классно. В таком положении ружье мы можем обслуживать и чистить. Потом иногда они приносят груду запчастей от итальянского ружья и говорят, соберите, мы не понимаем, как это собрать. Новые патроны, обмедненные, что это за боеприпасы, как на них работает Брэда. Особым отличием от других моделей является ручная сборка основных деталей данных ружей. Я знаю, в этой модели есть топ-секрет, самый сегодня дорогой бюджет, это бюджет времени. Разберем ружье. В моем детстве не было таких ружей красивых, как Брэда. Не было ничего, был старый добрый дедовский Иш, было Иш-27. Мы, конечно, писали кипятком от того, что мы могли дотронуться хотя бы к такому оружию. Сегодня одним из топовых брендов на рынке оружия является Брэда. И мы поговорим об особенностях. Почему же украинский покупатель должен выбрать Брэду? Какие в ней есть особенности? Часть работы производится вручную, и часть работы проверяется на ручном контроле. Привет, мои любимые бандиты! С вами я, Татьяна Яшкина, и сегодня выпуск про Брэду Полуавтомат. Полный обзор! Наша любимица, нашумевшая Брэда. Только подарили мы Брэду Титана, а это Брэда Астра. Совсем недавно мы вручили выигранное ружье Орлу Анатолию. И много пошло запросов от вас, что вы хотите посмотреть, как это устроено оружие, как оно работает, его фишки, функциональные особенности. И вот сегодня как раз такой выпуск, где мы все подробненько разберем. В этом нам поможет топ-эксперт в сфере оружия, специалист в отношении Брэды. Брэды и линейки итальянских полуавтоматов. Здравствуйте, Ярослав! Добрый день! Вот, подготовили, я смотрю, вот такие самые-самые яркие модели. В руках у вас находится одна из самых популярных и ходовых моделей семейства Брэды. Это Астра. Напомним о том, что Брэда выпускает инерционные ружья, инерционным телом, к которому поступает затворная группа. В руках у меня очень легкая модель. Мне хочется разобраться, как же она устроена внутри, в чем тут такая фишка, потому что вес ее где-то порядка 3 килограмм. Да, у нее не превышает 3,2 килограмма данная модель. Легкость здесь придает легкосплавная арголевая коробка. Давайте же рассмотрим более поближе. Данная модель производится в двух вариантах. В дереве приклад и ложе выполнено из ореха с масляной листой пропиткой. И в варианте синтетик, где у нее идет пластиковое ложе и приклад с покрытием soft-touch. Модели отличаются длиной стволов и планками прицельными. Также есть отличия по затворным группам, цветовой гамме, либо в черном исполнении, либо в хромированном. Я смотрю, что эта закрутка такая маленькая, аккуратная. А здесь напротив уже закрутка массивная, большая, объемистая. И цевьё вроде бы как помассивнее. Здесь более аккуратное цевьё. В данной модели есть возможность установки удлинителя магазина. Вопрос для подписчика. Скажи, какое ты предпочитаешь оружие? Пластиковое или деревянное ложе? Мне интересно реально из всех вас, мои постоянные зрители, кого больше владельцев с пластиковым ложе, прикладом или с деревянным. Кто победит, интересно. Если у тебя деревянное ложе, пиши в комментариях слово дерево. Если пластиковое ложе, пиши слово пластиком и посмотрим. Где идет перевес? Я предпочитаю всегда пластик, потому что это практически классно. Ну, это реально стильно, что ли. Мне всегда больше нравилось дерево. Теглы изготавливаются методом глубокого сверления. Внутри покрытые хромом. Так, запирание затвора происходит за счет поворотной личины. Если мы разберем ружье... Разборка производится за счет снятия фиксирующей гайки. Вынимаем флажок взведения затвора и достаем инерционное тело, которое упоминяет затвор. В таком положении ружье мы можем обслуживать и чистить. Это такой достаточно тоже спорный и тонкий вопрос, потому что ребята есть настолько подетально любят разбирать. Это прямо целое искусство, что потом иногда они приносят груду запчастей от итальянского ружья и говорят, Соберите, мы не понимаем, как это собрать. Если вы не знаете, не вдаётесь в такие подробности и в этом нет на самом деле необходимости, вот основные части, которые вам необходимы для того, чтобы почистить вашу красавицу, вот, Бреду, либо любое другое популярное европейское оружие. Мы сегодня говорим про семейство Бреды. Вот Ярослав показывает, как можно на более такие части основные для чистки. Более детальной чистки, можно выбить два пина, достать затворную группу, если есть необходимость обслуживания возвратной пружины, есть необходимость снимать приклад. Отлично. Если вы не любите это делать и абсолютно у вас для этого нет времени, потому что самый сегодня дорогой бюджет, это бюджет времени, привозите свои игрушки, оставляйте их у ребят, и они проведут качественный детокс-диагностику, ваши любимцы будут начищены, вы заберете их в идеальнейшем состоянии, а для тех ребят, кто любит все-таки проводить с ними такие профилактические занятия, всегда используйте качественный продукт и качественную химию. Сборка ружья производится в обратном порядке. По салазкам возвращаем назад затвор, вставляем флажок сведения, и цевьё вместе с стволом надеваем на его посадочное место. Всё, фиксируем всё это гайкой. Всё, у нас трещоточка. Вставляем. В деревянном ложе ставится сначала ствол, потом надеваем цевьё и фиксируем всё гайкой. Отметим то, что ружьё имеет 76-й размер длины ствола, магазин 4 плюс 1 патрона, 76-й патронник, из органов управления сброс затворной задержки, разобщитель так называемый, спусковой крючок и предохранитель. Общая длина данного ружья составляет 128 см и весом 3,2 кг. Что же касается боеприпасов, то работа оружия происходит даже на маленьких навесках патронов. Мы говорим про боеприпасы Рио, ведь с ними всегда стабильно, надёжно, и ваше оружие будет корректно работать, всегда осыпь дроби будет ровная, плавная, и никаких не будет натыканий, затыканий того, что может произойти у вас с самозарядными патронами. 32-я навеска, наверное, самая оптимальная, 32-я, 30-я для работы с полуавтоматом. Но для тех, кто любит стрелять подальше и помощнее, есть магнум и мини-магнум, тоже всегда в наличии. Я знаю, что есть патроны с увеличенной юбкой, с увеличенной скоростью, новые патроны обмеднённые. Что это за боеприпасы, как на них работает Бреда? Бреда с данными боеприпасами будет отлично справляться и перезаряжать, так как навеска там используется 36 грамм. Дробовые патроны там контейнерные идут. Начальная скорость порядка 428 метров. Что отлично подойдёт для охоты, ну и для развлекательной стрельбы. Бреда B12i в 12-м калибре. 61-й ствол, вес её не превышает 3-х килограмм. Длина общая метр 15. Я вижу, что на оружии уже установлены кольца. Комплектуется данное ружьё уже с антабками. Идёт в комплекте кейс, набор дульных сужений и проставок для смены угла приклада. Что же касается премиум линейки Бреды, чем там удивляют итальянцы наших самых избирательных гостей и покупателей? Мы можем рассмотреть Бреда Титана и Бреда Титана Эль. Две очень похожих модели. Отличие у них в том, что Бреда Титана коробка ствольная выполнена из анодированного эрголя материала. Титана Эль нанесена гравировка в виде птиц и неба. Я так понимаю, что это золото. Нет, это керамическая краска. Также у них люксовое дерево идёт с масляной пропиткой. Особым отличием от других моделей является ручная сборка основных деталей данных ружей. В Украине данное ружьё считается универсальным и используется как и охотниками, так и спортсменами. Комплектуется оно в кейсе с съёмными антабками, сменными дульными сужениями и проставками для изменения угла приклада. Окей, хорошо. Есть премиум линейка. А что просто по охоте? Не по суперспорту и не по премиуму? Какая это может быть модель? Можно рассмотреть Бреда Ксантос. Бреду Ксантос я бы характеризовал как отличное ружьё, заточенное именно по доходу. Лично на мой взгляд. Я знаю, в этой модели есть топ-секрет. Вот он скрывается где-то в зоне коробки. Особенность её. Данная модель отличается тем, что ствольная коробка у неё цельнометаллическая. Не имеет сварных швов и все отверстия вырезаны при помощи лазеря. Запирание затвора, в отличие от других моделей, происходит при помощи личины, которая двигается по вертикальной плоскости и входит в паз, который расположен в хвостовике ствола. Это позволяет тихонечко дослать патрон в патронник, сопровождая затворную группу рукой. Ещё одной фишкой данной модели является то, что при каждом взведении затворная группа становится на затворную задержку. Тем самым мы можем дослать либо патрон в патронник непосредственно, либо при помощи пальца и выемки в лотке надавить на донце гильзы и дослать патрон уже непосредственно с магазина. Очень удобная и классная функция, которая позволит вам всегда, если даже у вас уже в магазине патроны, находиться, не сделать непроизвольный выстрел. Ну и переходить с места на место в безопасном режиме. Хочу отметить, что разрядка магазина в этом ружье тоже проходит намного проще, чем в других моделях. Здесь необходимо просто выжимать лапку и разряжать по одному патрону. Нет необходимости прогонять патрон по всему циклу и выбрасывать его через отверстие патронника. Стволы изготовлены методом глубокого сверления, внутри хромированные. Вес этого ружья 3,2 килограмма, общая длина 135 сантиметров. Вы ждали, что же будет сегодня. Главным призом рассказываю и показываю. Ты можешь выиграть перчатки Ремингтон, если подпишешься на наши социальные странички, напишешь под этим видео, что тебе больше всего понравилось и оставишь свой комментарий. Только честно, правда? Вот. А мы рандомным способом выберем победителя и через 2 недели, возможно, эти перчатки, которые в моих руках, станут именно твоими. Всем спасибо за просмотр. С вами была я, ваша Яша. Оставляйте лайк, оставляйте комментарии и будьте на стиле.